В моих боевых столкновениях на спортивных площадках, аренах, типа соревнований, в бойцовских клубах и уличных, да, там перевалят за несколько сотен. Уникальный человек, тот, который служит Богу в том числе кулаками. На улице опыт чреват тем, что ты можешь немножко умереть. Человеческое тело, человеческое рождение крайне драгоценное, им нельзя распорядиться бездумно. В боях всегда страшно, потому что нас больше всего пугает смерть и неизвестность. Вспомнив о Боге, это может помочь, уберечь, щитить или напомнить силами. Навык ты никогда дома не забудешь. Пистолет какой-нибудь, травмат, можно дома забыть. А навык, он вот тут, постоянно. Точнее, вот здесь и здесь. Мужчина, воин, Бог. Успех, это от слова успеть. Успел дозвонить до Бога, значит успешный. Фундамент понимания вот этой адхармы предназначения, понимания связи с Богом. Ты будешь всегда бояться, пока ты с ним разъединен. Бесстрашие, вот в полном смысле слова, может дать только связь с Богом. Но я тебя вижу, вижу. Есть немножко небольшая история с пикселями, но я, знаешь, думал об этом несколько раз. Для меня это всегда доказательство важности звука, нежели чем картинки. Потому что если бы я тебя мог видеть час, но не мог бы слышать, мне бы твоя физиономия, пускай бойцовская и заряженная, все равно немножко надоело. Да, но, видимо, я тоже. Да, со звуком очень даже. Слушай, сейчас, я надеюсь, что в течение трех-пяти минут у меня поуляжется. У меня, представляешь, я подумал, ну точно, Карма Андрея купили ребенку боевого робота, трансформера. А он оказался непохожим на того робота, который он ожидал, где ноги должны были быть самостоятельными. И вот прям, представляешь, трагедия для него сейчас. Но надеюсь, что она пообойдется. Я так понимаю, что ты добрался до Москвы? Я в Москве, да, сейчас. Что за загадочные символы? Какие-то руны на стене или что там висит? Интерьер у брата я сейчас в гостях, нахожусь, а я там с супругой вот тут. Руны тоже всегда со мной. Я даже думаю просто, с какой стороны начать, потому что, знаешь, когда ты думаешь про какого-то человека, то ты невольно, у тебя какой-то ассоциативный ряд возникает. И вот в случае тебя это, безусловно, краги, сразу какие-то приходят на ум перчатки боксерские или перемотанные руки, лошади, на которых ты часто водишь группы, замечательный проект Радогория. Хочется с чего-то начать, и я понимаю, что там есть какие-то вот эти точки, потому что ты все равно по-своему уникальный человек, тот, который служит Богу в том числе кулаками, в самом лучшем смысле этого слова, тот, кто обучает других действовать по сердцу смело, в какие-то ключевые моменты жизни не постесняться, защитить, объяснить. Поэтому, не знаю, хочется, наверное, просто соприкоснуться с тобой вначале для тех, кто пока тебя не знает. Давай, может быть, я какими-то широкими вопросами обозначу. Всегда ли было Радогория, и что это за Радогория, что это за место, где ты проводишь довольно много времени на природе? Всегда ли вот этот бойцовский или, как еще его называют, кшатрийский дух был с тобой? Вот давай, наверное, с каких-то таких далеких времен начнем, а там посмотрим, куда оно выведет нас. Ага, хорошо. Я надеюсь, сегодня как-то так и с сердцем поговорить, и в то же время, чтобы эта беседа была полезна, может быть, для наших слушателей, иначе нет смысла занимать эфир. Тем не менее, у каждого человека жизнь уникальная, это стопроцентный факт, каждая уникальная как Личность, и у него есть свой уникальный путь к Богу, осознанный или неосознанный. И в этом плане этот опыт интересен у каждого человека. Тогда жизнь наполняется смыслом. Что касается Радогории, то это волшебная страна в нашей реальности, и вот она открылась мне в 2009 году, и с тех пор я сталкер по этой волшебной стране. Ну, я когда приглашаю туда гостей, туристов, путешественников, мне не верят, думают, рекламный ход такой. Ну, мол, волшебная, всё понятно. Нет-нет, волшебная в плане как Нарния, только настоящая. То есть там зона чудес, там чудеса происходят, удивительные события, люди очень качественно жизнь меняют, иногда какие-то судьбоносные встречи возникают, там открытия, реализации важные, поворотные такие инсайты в жизни, находят люди сил на принятие важных жизненных решений, бросают дурные привычки. То есть это такая зона. И мой регулярный восторг туда водить людей, и вот это всё наблюдать своими глазами. Вот этим, собственно, я и живу. И у нас есть мужские туры. Это самые такие приятные, самые любимые мои путешествия, потому что это исключительно мужской круг. Там всё очень просто. Там чем хуже, тем лучше. И это всё упрощает. Да, события очень такие. Мужик само по себе, существо примитивное, в этом его большой плюс. И поэтому в коллективе мужском всё как-то вообще очень просто и душевно. И прогресс сразу очевиден. Человек оказывается в мужском сообществе, вдохновляется друг об друга, в буквальном смысле слова. И сразу видно, что ситуация, жизнь его меняется на до и после. А так территориальная точка входа находится в районе Вайшнавского ведического экопоселения на Кавказе. Мы туда приезжаем, собираемся. Иногда путешествуем, там порталы открываются в разных точках, там с южных сторон Кавказских гор, там ближе к морю. Как вот у нас в мае сейчас будет тоже путешествие, там в районе Сочи. Горы с той стороны будем непопсовые маршруты осваивать. Ну вот так примерно. Так и двигаемся. Горы, задам тебе такой немножко провокационный вопрос, потому что с одной стороны, я так понимаю, что ты и чемпион по рукопашному бою, и какие только там заслуги у тебя не стоят в плане каких-то изученных стилей. При этом ты, ну как, мы с тобой повезти на одного роста, одного телосложения. Ну ты покрепче, конечно. Я понимаю, что это такой рост в жизни, когда знаешь, ты не обязательно первым что ли полетишь. Может быть, где-то попытаешься сначала обсудить, проговорить. Вот это вот природа некой такой решимости, подчас абсолютно решимости, где-то в какой-то момент безбашенности, если того требует ситуация. Вот это было с ранних лет. Если родогория – страна волшебства, они не похожи, что ты был воспитан в ней. Видимо, были какие-то, я уж не знаю, дворы или улицы, где все это начиналось. И в какой момент, знаешь, к некому такому, может быть, какой-то такой уличной оголтелости и уличным каким-то порядком добавилась дисциплина, добавилась культура, добавилась философия, которую сейчас ты несешь вместе с боевыми искусствами. Ну да, это такая дорога длиной в жизни. И я сейчас еще продолжаю идти по этой дороге. Конечно же, значение роста и веса, а также даже спортивных навыков сильно преувеличено. В реалиях каких-то уличных конфликтов и драк это не так много значения имеет. Имеет значение, кто более дерзкий, кто более животный, кто больше зверь в этой картине. И если встречается хороший мальчик с плохим мальчиком, то побеждает, конечно же, плохой мальчик, потому что у него нет обременительных каких-то ограничений, что ли, или правил. И единоборство и спорт — это одна сторона, а выживание тактическое и самооборона — это вообще совершенно в другую сторону. Там не имеет значения твой рост и вес, там имеет значение тактическое мышление, боевая психология, там имеет значение совершенно другие категории. Ну, там определённое нужно такое творческое мышление, перформанс. Ну, я бы сказал так, что любой конфликт — это 70% — это театральная постановка на очень высокой экстремальной эмоции. И уметь… Я не обучаю людей качать мышцы там или что-то такое, а проявить решительность в нужный момент, тогда, когда вот вовремя надо. Вот это вот основная тема, конечно. Изначально я начинал со спортивных каких-то таких, как все, ну вот, со спортивных единоборств, и в этом много пользы. Однозначно, это лучшее, чем может заниматься мужчина сейчас современный. Это более подобает, это его укрепляет, развивает. Но на улице я столкнулся с совершенно другими порядками, с отсутствием правил и ограничений, и там жизнь свои правила диктует. И, конечно же, учит очень жёстко, очень дорого берёт, очень дорого. В основном здоровьем, риск для жизни. Я вырос в Ростове, и там вот такие основные были вехи становления моего мышления, именно, я бы сказал воинского, потому что бойцовское, это немножко, ну, не совсем то, что меня привлекает. Бойцом стать, дело на самом деле простое, не хитрое, но боец — это такая категория материальная. Воин, он мыслит в связи с Богом, с тем, кому принадлежит вся сила, весь разум, вся смелость, который знает все самые оптимальные выходы и решения, который и посылает разные ситуации в нашу жизнь, подчас какие-то экстремальные или конфликтные, и ничего не проходит мимо его воли. И вот именно мой приход к пониманию этой связи ключевой между воином, человеком, мужчиной и Богом, это, наверное, я бы так аккуратно записал бы свое, наверное, единственное достижение в этой сфере. Все остальное так, мишура. Мишура. По факту даже не так важно, какие-то там мышцы качаешь и как часто ты там, как много времени ты проводишь в спортзале или на ринге. Есть разные случаи. Вопрос, успел ли ты связаться с высшим источником силой, смелости вот этих вот таких, с этой личностью. И от этого зависит успех в каком-то конкретном моменте. Он только может дать гарантии успеха. Успех — это от слова «успеть». Успел — дозвонит до Бога, значит, успешный. Если не успел, значит, неуспешный. Если ты боец, ну, ты можешь развиваться по какой-то карьерной лестнице, как я, в принципе, и начал изначально. Сначала, когда я только пришел к этому пониманию, что мне нужно что-то научиться там руками делать, я пошел на карате, потому что ничего другого там не было в округе за десятки километров. Потом я увидел, что карате на улице помогает на 50%, потому что там совсем другая история. Потом дальше рукопашный бой, потом штурмовой бой, славянно-горицкая борьба. Ну, в армии это был рукопашный бой, после армии русский стиль рукопашного боя Алексея Алексеевича Кадочникова. Потом показалось, надо чего-то более такое ближе к жизни. И я нашел, тогда только зарождалась эта традиция в России бойцовских клубов, после нашумевшего фильма я нашел клуб в Ростове-на-Дону, такой подвальный, который все... Тот самый с Брэдом Питом, бойцовский клуб. Вот только его... Да, не было там правда Брэда Пита, но там было очень много таких колоритных людей, которые заслуживали внимания и уважения. Кто мог прийти каждый. и единственное, что зрителей не было. То есть, если ты пришел, ты обязан либо бросить вызов, либо принять вызов. Зрителей не было, репортеров не было. Если ты репортером хочешь придти, окей, сначала поделись, потом, если сможешь, держать камеру в руках и снимать. И был достаточно в этом плане интересный опыт. На улице опыт чреват тем, что ты можешь немножко умереть, а планы какие-то есть далеко идущие. Поэтому я очень сильно оценю тот опыт жизни, который я получил в ходе уличных таких столкновений, но это всегда рулетка. Так повезет. Отец в свое время, он у меня хирург, просто он устал меня чинить после моих этих исследовательских все время приключений. То ног сломанные, то руки разбитые, то еще чего. Разные такие подарки судьбы. Но я не жалею потому, как это дало более реалистичное представление о том, что это такое, что такое боевое ремесло, от чего зависит успех, где гарантии непревышения необходимой самообороны, развеялись мифы различные о таких вещах, о том, что можно и что невозможно в условиях стресса. Мы сейчас сидим, общаемся, это дружеская у нас беседа, поэтому мы в относительно спокойном состоянии находимся. Когда человек погружается в состояние стресса, ему угрожают жизни, его здоровье, химия, тело меняется за считанные секунды, и психика это отражает буквально очень быстро, очень мгновенно. Всё по-другому, психомоторные реакции, другие, человек, он, как правило, падает до уровня своей подготовки, они поднимаются до уровня своих ожиданий на основе каких-нибудь героев кино. Всё становится очень примитивно и очень просто. Этим и прекрасно. что всё очень просто. И вот такие экстремальные ситуации могут человеку помочь деградировать, а могут помочь ему возвыситься. Потому что самому, конечно, не надо искать такие вещи в жизни, приключений и так хватает. Но если они случаются, от того, как ты выберешь, кем быть в этой ситуации и зависит, спрогассируешь ты или нет, поймёшь ли ты, что за этим всем есть благой план у Бога. Это как в шахматы на скорость играть, только единственное, что... Ну, знаешь, бывают же такие блиц-турниры, когда надо нажимать. Сделал шаг и нажал. Кто быстрее? А здесь исчисляется десятая доля секунды. Ну, это вот такая единица времени. Десятая доля секунды имеет большое значение в условиях ударного конфликта. Ну, надо честно сказать, что я уже давно не дрался на улице и, наверное, это хороший признак того, что это как-то влияет тоже. Меняясь внутри, ты меняешь всё равно как-то своё окружение, восприятие себя. Это всегда взаимосвязано. Да, я уточню. Да, извини, если ты позволишь, я чуть-чуть тебя здесь приостанавливаю в этом моменте. Я обязательно вернусь к тому моменту, где ты сказал некую такую цепочку выдал мужчина, воин, бог. Вот туда мы обязательно вернёмся. Мы поймём, как и каким образом связь с богом очищает то, что ты назвал боевое ремесло, как и каким образом вспомнив о боге, это может помочь уберечь, щитить или наполнить силами, и так ли это. То есть вот туда мы обязательно сходим ещё. Я знаю, что сейчас почему уточнить у тебя, ой, сейчас пока припарковывал эту мысль вторую. Позволь я, я могу сказать. Давай, да, закончу эту мысль, закончу эту мысль, да. Вот из того, что ты мне сейчас напомнил, я думаю, что здесь показателен был пример, это вот такая вот интересная история, которую я вкратце расскажу, со мной произошла ещё в школе, и это был такой спусковой крючок своего рода, который меня подтолкнул к вот этому такому боевому пути. Это очень, на самом деле, хорошо и гармонично сочетается с духовной практикой, боевые искусства и воинское мышление, воинский образ жизни, очень органично вплетается, здесь нет какой-то противоречия. Если человек не занимается никаким таким отклонением, как толерантность или пацифизм, я считаю, что это такое, ну, болезненное такие две вещи, как толерантность и пацифизм. Толерантность терпилой быть, по-русски назвать. Терпеть, там, где терпеть нельзя, не то, терпеть надо. Это ну, to tolerate, да, как бы терпилой, в принципе, быть. А пацифизм всех люди любить, ну, невозможно, да и у нас нет такой задачи. Вот, это вот только у Господа Бога получается полноценно любить всех. А у нас есть определённые тоже свои границы, которые нам Богом дадены, чтобы их защищать. Есть Личности, о которых нам Господь верил заботиться. Там, может быть, наша семья, близкие, друзья, жена, дети, тех, кого нельзя вот, ну, как бы так оставить без защиты и без заботы. И поэтому родился мужчина и нужно хотя бы какой-то джентльменский арсенал, небольшой набор иметь навыков. Навык ты никогда дома не забудешь. Пистолет какой-нибудь, травмат, можно дома забыть, а навык, он вот тут постоянно, точнее, вот здесь и здесь. То есть, это определённые рефлексы. и тем более, если человек чувствует себя предрасположенным к боевым делам каким-то, ну, по, так сказать, гуна-карме, то по своему предназначению временному, которое он имеет в этой жизни, склонность, темперамент, характер, можно так это назвать, если он имеет эту склонность, то почему бы ему не предложить эту склонность Богу, занять её в служении Ему должным образом. Это будет лучшее применение для этого. Не пытаться сдерживать себя как-то, но найти конструктивный путь созидательный, не разрушать, не ломать вдруг кому-то носы, но защищать, защищать устои дармы, того, что должно правду защищать и защищать слабых, защищать людей. Ради этого стоит, да, семейному человеку примерно в 100% случаях или 150% нужно обладать этим минимальным набором, то есть это вещь актуальна, особенно в наше время. И этим таким первым звоночком в моей жизни было, когда я был в пятом классе в школе, мы тогда, ну как каждый там мальчик как-то твоё мировосприятие, мировоззрение выстраивает в это время. И я столкнулся с таким моментом, что меня ударил мой одноклассник по лицу первый раз, это было так чудо-необычно, я не знал что делать, он прям взял и кулаком меня ударил. Это меня очень шокировало, мне это очень, кстати, не понравилось, неприятные ощущения такие, вот, именно даже не из-за боли, а из-за того, что, а что делать-то? Я ещё никогда не бил людей на тот момент, это было что-то новое, всегда, когда что-то новое, кажется, архисложное, и я был очень сильно шокирован. И потом история повторилась на следующий день, парень тоже, ну как бы у меня к нему нет вопросов, но он тоже проходил своё становление, он подумал, как это бить человека в лицо, он там свои вопросы изучал на мне. И так получилось, что мы вышли из школы и во дворе школьном он опять до меня докопался и что-то начал меня мутузить, и я почувствовал себя прескверно, особенно когда увидел, что за школьной оградой идёт мой отец и видит мой позор, что я стою, меня бьют и я ничего не делаю. И он как бы так, типа, ну ты чего? Он не побежал, слава Богу, ну там нас разнимать, он ну вот всё так очень правильно сделал. И я понял, смотри, как интересна мысль, и это просто этот очень важный такой момент, это самскара или впечатление яркое, которое с детства осталось. Я понял, что отец стоит, и в связи с этим две новости есть. Первое, то, что я сейчас не умру, наверное, ну сто процентов, я не умру, потому что, ну отец, что вмешается. А вот что я сейчас могу реально потерять, так это свою честь. То есть отец смотрит, и на мой позор, я стою, меня бьют по морде лица, и я ничего не делаю. Как так? И тогда я преисполнился решимостью, понял, гарантия защиты в конце концов есть, ничего страшного не произойдёт, кроме синяков. И этот взгляд отца, типа, ну действуй ж, наконец. Он меня так взбодрил, что я налетел и как смог там своими кулачёнками начал отоваривать этого своего товарища. Бил вот ног, победно нанёс ещё сверху пару ударов, испытал такое восторг, ликование, что типа, это так можно было, оказывается, хорошо, вот этот первый сладкий вкус победы, в первую очередь над собой, над своим страхом, испытал, и это стало таким, это стало опорой. Почему я рассказал эту историю? С одной стороны, она меня сподвигла дальше изучать эту тему, как это, потому что очень неприятное такое осадочек остаётся, если что-то произошло, а ты испытал страх и никак его не реализовал. Это липкое чувство неприятное, оно, это токсин, который люди потом могут носить годами. токсинами, мне многие ребята обращаются с такими токсинами, они пытаются себе врать, для кшатрия это вообще невыносимая вещь, он это не может носить в себе, даже не для кшатрия, не для воина, всё равно, для мужчины это очень тяжело, когда он струсил, сдачи не дал, когда надо было, или там как-то убежал, спасовал, не смог защитить, не дай Бог кого, это очень тяжело, поэтому вот с этим это гораздо страшнее оставить себе этот токсин на долгие годы, поэтому действовать нужно решительно, вместе, надо приглашать в партнёры Бога. Эта ситуация, она такая, знаете, даже в каком-то смысле метафоричная, то есть это фактические случаи, но метафора в том, что Господь, Он подобно нашему любящему Оску посылает нам обстоятельства. Нет ничего, что происходит без Его ведома, и Он посылает нам в том числе всяких нездоровых бармалеев, которые вроде как что-то имеют, и нет сомнений, что это его конкретный план относительно нас. Как мы себя поведём? То есть Он стоит за спиной того человека, который к нам подошёл, всегда, нет исключений, Он работает без выходных, без перерывов. И это значит, прекрасная возможность сейчас проявиться как-то в прямой связи с Богом, то есть уровень веры растёт. Более того, когда ты действуешь с Ним на связи, возникает энтузиазм, энтузиазм, потому что ты понимаешь, что ты не своими силами пользуешься, сам ты маленький и слабый, сколько эту мышцу не качай. Знаешь, на берегу океана может стоять какой-нибудь, вот просто, знаешь, бывает перед тем, как накроет волна огромный шторм 12-го балла или сколько их там по шкале Рихтера есть. И там может стоять колясочник, инвалид, какой-нибудь вообще совершенно дистрофик, очкарик, и может стоять атлет, который всю свою жизнь посвятил боевым искусствам, сплошная там мышца Брюс Ли со Шварценеггером скрестили. Но эта волна, она ей безразлична, она накроет абсолютно всех, если так суждено. И старания всех этих участников, они будут сведены к нулю одной этой волной цунами. И обстоятельства жизни, они всегда сильнее нас, всегда есть тот противник, который сильнее или мощнее, или удачнее у него, ну как бы, бывает у человека голова болит, а у другого не болит. Ну, это мы не можем предугадать, поэтому по этому поводу нервничать не надо. Кшатра йога, вот то, чем сейчас я занимаюсь, я не придумал это даже слово, это не какой-то мой авторский стиль. слава Богу, это древняя наука о том, как воин или кшатри может войти в йогу. Йога значит связь, это синоним слова религия, религио на латыни значит восстановление связи. Как воин может войти связь с Богом. Срочно дозвониться, когда возникают проблемы, надо кому-то старшему позвонить, сказать, у меня проблемы, что делать? в таком формате. Надо звонить к самому старшему сразу, прямо из сердца, по короткой связи. Короткая воинская молитва это короткий номер, как где-то там в Америке 911, у нас 112, а у нас короткая воинская молитва и тогда ты априори действуешь не сам от себя, а от лица Верховного Божественного Отца, Личности Бога. И тогда есть все гарантии, что все произойдет самым лучшим образом. А энтузиазм это признак, по которому ты понимаешь, что сейчас все классно. Он тебя оптимизирует. Энтузиазм это тоже латинское слово, которое enteos значит в Боге. Теос Бог, enteos я в Боге. Это значит, что я правильное умонастроение принял, и оно дает нам понятный энтузиазм. В связи с Богом дает энтузиазм. Это на санскрите называется уласатмака, значит, приподнятое настроение, чувство взлета. Вот знакомо же, бывает такое чувство, что вот сейчас что-то очень классное происходит, сейчас вот та-да-да-да-да-да-да, и прям отожгу. Вот это это то состояние, когда воин входит в связь с Богом. А умонастроение может быть разное, и люди иногда долгое время живут больше в негативном умонастроении, это влияет на них, это их тоже зашлаковывает их сознание, подсознание. Можно мыслить как жертва. на улице можно встретить модальность психотипа хищника или самца, охотника или воина. Это просто разные костюмы, мышления, образы. Что надел, так ты и ведёшь себя подобающим образом. Если базового ты ничего не надел, то надевается костюм жертвы, терпилы. Терпила вечно ноет, он должен умереть, это его миссия. Слабый должен умереть. По законам материального мира, где человек человеку волк, так диктуется. Это не законы духовного мира, но их надо учитывать тоже. Слабый человек, жертва, это всегда кормовая база. Им питаются те, кто посильнее. Хищник питается. Хищник выходит, думает, где найти слабого, чтобы его сожрать. Отжать его кошелёк, надругаться над ним, забрать его, не знаю, жену, ещё что-то. Какие-то такие вещи сделать. Это мышление хищника. Самцы выясняют друг с другом территорию. Это «Животные миры» называется. Передача в мире животных. Ты выходишь и оказываешься в мире живых. Конечно, хорошо иметь мышление святого человека. Святой человек, он в каждом видит Бога в сердце каждого живого существа. Он видит, что весь мир полон прекрасных чудес. Готов каждого обнять. Но это эталон, это то, к чему стоит стремиться в конечном счёте, развивать такое мышление. Но нельзя вообразить такое мышление и потом жестоко пострадать. Можно начать изображать Ката Леополя или великого святого, мученика. Если это пока не наш уровень, а это чаще всего пока не наш уровень, то можно просто очень сильно разочароваться, в числе и в духовной практике, из-за собственных ошибок. Мышление жертвы — это такое, а мышление воина — это высший психотип мышления, потому что он действует не в своих интересах, он думает «Как мне доставить удовольствие Богу? Как послужить Ему, Его следователям, Его преданным? Как защитить устой армы, чтобы всё было по чести и порадовать этим Бога?» Поэтому он подключен к такому к атомной электростанции, он ресурсный очень, у него хватает силы, потому что она не его, он просто знает, как подключиться, и тогда вокруг него начинает происходить чудеса. Но это такой принцип, если вкратце, я вот, наверное, уже заговорился. Здорово, здорово, спасибо большое, ты целый ряд тем глубоких важных поднял, и тему дхармы, в целом, души, которая оказалась в мужском теле, и некая естественная обязанность тому, чтобы дать защиту, некий такой базовый basic kit, можно назвать инструментарий, и того, какого рода гормоны включаются в теле в момент стресса, и то, что это не момент, когда ты вдруг вспомнишь фильм про Брюсселе, это, скорее всего, некие естественные какие-то базовая планка, который успел к этому времени подготовить свое тело, свою инститаризм, свою психику, ровно так ты будешь действовать. Я когда у тебя спросил про перекресток нашей беседе, когда тема пошла про мужчину, про воина, про Бога, и вот то, как ты это сейчас описывал, был там другой вопрос, я его вспомнил сразу, когда ты начал, но я понял, что как раз было важно, что ты озвучил некий фундамент понимания вот этой адхармы предназначения, понимания связи с Богом, понимания, что не кулаков ради, а долга ради, чести ради, да, и не в этом эфире, хотя ты упомянул Леопольда, те, кто ходит тебе на занятия периодически с улыбкой говорят про комплекс Леопольда, которым, во всяком случае, они стараются не страдать. Знаешь, какой вопрос тебе возник? Как ты думаешь, поскольку, но я тебе открою тайну, оно не абсолютно для всех, то есть я предполагаю, что ты был в своей жизни скорее всего в сотни, но как минимум в десятках сваток точно, скорее всего в сотни, если не брать просто любви какие-нибудь на тренировки, а даже какие-то такие полурежимные или полно режимные форматы, это далеко не стандартное количество прожитого опыта воинского кузовика. Как ты думаешь, насколько ты пришел с этой кармой, условно говоря, чтобы прожить это и чтобы непосредственно стать преподавателем этого для мужчин, где-то для мальчиков, будущих мужчин, где-то для мужчин пока еще в том возрасте в этом находится. Как ты думаешь, насколько в этом твой уникальный путь был и как много из этого условно говоря все равно находил для себя ты сам? То есть как много раз ты все равно становился сам причиной того, что в жизни прилетало или это прямо настолько оказался ты в ростове, оказался ты в каком-то таком месте, где пока еще кто сильнее, тот и крут. Насколько ты сам чувствуешь, тебе удалось выдержать линию защитную или все-таки было в этом некий еще и путь самоутверждения как мужчины, некого доказывания себе, прокладывания пути кулаками? Господь оставляет каждому человеку свободу выбора, полную свободу, поэтому мы в какой-то степени живем на основе то, что с нами происходит, это уже частично то, что мы заслужили по судьбе, и мы вынуждены черпать и спить из колок последствий того, что мы уже сделали, но также мы в моменте настоящего времени творим свою судьбу, свое будущее и выбираем, поэтому то, что со мной происходило, это целиком моя ответственность и мой выбор тоже в том числе, но не без божественной помощи и направления, особенно когда человек начинает обращаться, просить «Веди меня, Господь, веди меня», как в древней молитве «Асатома, садга моя», «Веди, гамая», из тьмы к свету, когда мы начинаем своими словами говорить такие вещи, обращаться к Богу, то наша судьба начинает сильно меняться. Бог, он не дешёвый фраер, он реально самый крутой мужик, я бы сказал, единственный стопроцентный мужик, и поэтому он при этом очень такой тактичный, он в жизнь нашу личную без особого приглашения пальцами своими не лезет, если мы только его в натуральную очень сильно хорошо попросим. И тогда начинается территория чудес, зона чудес в жизни, период, что ли. Это самое интересное, что вообще в моей жизни происходило, это испытание этих чудес. Не всегда это то, как мы это запланируем, чаще всего не так, но однозначно к этому воинскому пути приложил руку Господь в моей жизни очень существенно. И при этом он ни разу не посягал на моё право выбора. Я изначально туда, на эту дорогу стал в поисках бесстрашия. То есть я когда испытал в первых своих каких-то уличных драках чувство страха, мне очень не понравилось. Особенно, когда я не могу его контролировать. Я подумал, эту бяку я из себя искореню просто. И в наивных попытках искоренить страх я потратил очень много лет, очень много перебрал разных бойцовских клубов. Порядка 70 боёв у меня только в бойцовском клубе прошло. В Ростове на Дону, в Москве, даже умудрился в Греции, в Афинах найти бойцовский клуб и там отличиться. На улице то есть если посчитать моих боевых столкновений на спортивных площадках арены типа соревнований бойцовский клуб и уличный там перевалит за несколько сотен потому что достаточно много. И в какой-то момент отец мне начал говорить ну заканчивай ты уже научился ты получаешь травмы ты калечишь других людей когда ты остановишься. Вместе с тем это еще большой наркотик такой мне так повезло в жизни что с духовным путем в ведической традиции я столкнулся моя семья столкнулась когда мне было всего пять лет и я как-то меня стороной обошло всякая такая мирская грязь типа курения наркотиков или алкоголя я ни одной затяжки не сделал никаких там табаков но наркотик в полном смысле слова меня не обошел потому что бойцовский клуб это стопроцентный наркотик адреналиновый наркотик невероятный очень трудно слезть и очень страшно и страшно интересно и ты ждешь это вечера субботы чтобы спуститься в подвал ростовского мединститута чтобы там испытать этот эмоциональный гормональный коктейль адреналина предвкушения и предчувствие что сейчас будет что-то очень очень страшное любой участник может бросить вызов туда приходили просто какие-то люди с улицы залетные там в поисках приключения кто-то приходил спортсмен там с опытом какой-нибудь мастер спорта и ты мог нарваться на любого абсолютно правил нет мир сужается просто до маленького кольца из людей которые тебя вступили в центр круга выходит двое сняли майки никаких перчаток никакой там рефери не выходит не объявляется ни начало ни конец конец объявляется когда твой оппонент отключился или сказал стол вы деретесь просто вот тем что есть руки ноги голова тем что говорится бог дал вот это тело это это бешено зашкаливает адреналин боли ты не чувствуешь совсем абсолютно не чувствуешь потому что адреналиновый этот нор адреналин адреналин в крови он перекрывает все ощущение машину тело немножко потряхивает там все и ты испытываешь такой катарсис эмоций особенно когда ты дядю пошатнул ты видишь он поплыл там все до мурашек поднимается это животное чувство когда ты сверху садишься и начинаешь гасить чувство превосходства чувство какого-то животного восторга от которого перекрывают башню потом ты неделю ходишь в эйфории как будто ты на вершине мира стоишь и тебе любое море по колено не знаю с чем сравнить эйфория длится долго я второе свое образование дипломную работу заканчивал при пиджаке галстуке прекрасном алом таком глазу и у меня вот это ухо оно видишь оно висит как бы немножко ну так вот оно у меня было вареником таким сливово люловым вот и я рассказывал свою дипломную работу в Испании в городе Сарагоса MBA я заканчивал было достаточно забавно они смотрят я вроде при пиджаке галстуке говорю на ненашинском языке на бизнес темы менеджмент маркетинг бизнес план и такая рожа такая рожа это был на поте это просто как-то в Греции отличился или каким образом в итоге все это еще до Испании тебя длило Греция была позже я просто вот студенческие годы это был пик моей активности именно в поисках бесстраши и вот это я буквально да я в Ростове отбился на одном из таких этих потом поехал в Испанию защищать диплом мэр города вручал этот диплом ну было достаточно курьезно именно там я там на крыше института успел учинить драку с испанцами мне интересно было испанцы кровь горячая там милицию потом позвали Эсквела интернациональной гости асидель де речо это в институте в Сарагосе мы там на крышу забрались там камеры я еще не был в курсе что камеры бывают на улице но слушай ну вот вот прости да я тебя здесь немножечко подловлю не в смысле что у меня задача тебя подловить но я пытаюсь сейчас знаешь моя роль как собеседника она с одной стороны ангажированная ну то есть у меня есть какой-то свой там личный снопот какой-то свой вкус согласия-несогласия с тем что ты говоришь но при этом я периодически стараюсь выполнять роль насколько это возможно такого немножко непредвзятого человека и вот сейчас ты мне дал конечно почувствовать немножко крови в своем как бы своего коктейля то есть ты вот с тем упоительно передавал эту эмоцию то чувство которое ты испытывал ощущения да то есть я понимаю ну то есть у тебя отвечая согласен ты сейчас с этим или нет отвечая на свой вопрос у меня возникло ощущение все равно что ты не все-таки осознанно искал приключений да как ты сказал чуть раньше морда лица сейчас я чуть-чуть буквально закончу давай я сейчас пойду совсем в другую грань я назову имя фамилии человека который является полной противоположностью тебя от слова совсем при этом он очень уважаемый и известный речь пойдет об Олеге Гадецком и надо ли говорить ну то есть вот его такая лунная спокойная думчивая проницательная природа в сравнении с твоей такой марсианской огненной при этом ну похоже где-то юпитерианской и при этом еще сатурном там погоняет какой-то это в жизни явно то есть это вот прям совсем 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 в английском они называют это на разных полушариях я как-то у него спросил про страх в целом и он чуть иначе это осветил то есть ты сказал о страхе как некий куст который был дай я гляну у меня да сын ну ладно это хорошо я у него спросил об этом и да ты сейчас говорил о страхе как что-то что тебе тогда было неприятно ощущать тебе хотелось ты хотелось ты стал искать никого бесстрашия ты почувствовал некую горечь вкуса страхом и это твой путь это твоя реакция это твое понимание этого интересно что ты упомянул слова отца который в какой-то момент ну раз уж ты сам прибегал к этому сравнению с отцом да то есть вот в той изначальной аллегории когда пятый класс когда через сборы ты увидел ты почувствовал и в целом ты упоминал вот эту аллегорию отца сыновь будь добр я веду эфир сейчас я попрошу ну вот у меня будет некий режим мигами на улице как ты понимаешь разное бывает мигающие фонари и он подал тему страха иначе то есть он сказал что я приглашаю тебя увидеть с этой стороны в том числе что страх есть в том числе естественная даже не функция а такая естественная оградительная точка в том числе разума из которой господь вшил в том числе определенную функцию которая позволяет ну не делать глупостей потому что если бы у людей не было страха совсем то ну они бы делали очень много вещей которые на самом деле делают и так периодически смотрю ну попадается знаешь в ютюбе какой-нибудь дурацкий заголовок да привлечет и там кто-нибудь сиганет там я не знаю 70-метрового клифа кто-нибудь там страница кто-нибудь ну уберется конкретно во всем этом то есть где где вот эта вот разница как ты для себя ее сам формулируешь где тот страх который здоровый а поведом раз уж ты к ним отсылаешь человеческое тело человеческое рождение крайне драгоценное им нельзя распорядиться бездумно им глупо распорядиться так что ты не выполнишь свою задачу да ты не проживешь свой срок и в то же время как ты говоришь вот эта другая граница где ты становишься терпилой где страх становится некий такой сковывающий силы когда когда ну ничего кроме памяти сожаления жалости к себе уже не остается то есть где вот эта вот здоровая граница где ты для себя ее прочерчиваешь спасибо тебе за этот вопрос я думаю что это наверное максимально актуальный и полезный для всех слушателей вопрос поскольку Олег Гадецкий он очень прав и здесь каких-то у нас с ним не может быть противоречий просто я немножко недорассказал как раз эту историю я говорил о том что мотив мой изначально был достаточно наивный для чего я тут пришел в эти все единоборства боевые искусства я хотел избавиться от неприятного мне чувства страха и при этом ну некая антология страха я был и не разбирался в том что это такое а потом уже спустя многие годы спустя спустя годы тяжелой болезни которая меня посетила по милости Бога когда я был полностью лишен всех физических своих кондиций и возможно лежал думал помру вот-вот и в этом моменте тоже я уже только тогда это пришло это пришло извини это пришло после схватки или это пришло ну просто как вот по карме приплыла какая-то да это просто ни с того ни с сего как как мне тогда казалось началась просто болезнь да от которой современные врачи не знают лечения спасения и мне пророчили что ну еще два года помучаешься а потом уже все-таки подохнешь это было 16 лет назад или 15 мне давали два года чуть-чуть врачей несмотря на все старания врачей пациент выжил и значит это очередной раз доказывает что у Бога есть какие-то планы на меня и они более далеко идущие чем у врачей и страх его природа страха она и имеет охранительную функцию в том числе чтобы не было безумия люди иногда под какими-то под веществами под средствами они теряют страх выходят в форточку там с 10 этажа или еще что-то с ума сходят по-разному страх это функция тела которая нужна для выживания я не сразу понял что я не смогу его таким образом победить и соревнования за соревнованием я получал какие-то медальки грамоты я думал ну вот сейчас вот я вот сейчас вот уже вот сейчас научусь уже не испытывать это неприятное чувство этого мандража там перед рингом стоишь такой думаешь какой дискомфорт я думал как вот сейчас вот накатаю количеством опыт опыт и буду как вот в тапочках в палате до холодильника доходить до ринг нет 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 это всегда страшно всегда очень страшно вопрос умеешь ли ты эту эмоцию контролировать пускать нужное русло либо она тебя порабощает сама и контролирует тебя кто кого контролирует то есть невозможно не чувствовать страх сказать нет нет ничего не боюсь я не боюсь нет нет это неработающий метод отрицать страх или пытаться его изжить неработающий метод и вообще опыт боевых искусствах да даже там боевых действиях порой с войны люди возвращаются и с кем бы я не общался на эту тему все неизменно говорят всегда страшно в бой всегда страшно потому что нас больше всего пугает смерть и неизвестность все остальное вторично и научиться я сейчас вот пройдя определенную жизнедорогу может быть небольшую но ценную для меня по крайней мере сделал очень большой от выводов я хотел чтобы Господь меня учил говорится в Бхагавадгите он говорит о том что он тем кто к нему идет он дает разум он дает разум чтобы к нему прийти и в своем пути к нему я просил у него разум просил так как бы слезть с этого наркотика в том числе когда я сильно пристрастился к вот этим бойцовскому клубу к этим делам я понимаю что я разрушаю себя я порчу людям тоже здоровье изрядно этими руками много было людей отправлено в нокаут очень много это всегда сказывается на здоровье это сломанные челюсти носы разбитые лица это как бы это тоже плохая карма так скажем которую я не делал это с прохожими там людьми никогда не был бармалеем уличным там но всегда охотно откликался на такого рода предложения на улице долго звать не приходилось я это видел как интересный опыт рискованный такой адреналиновый и в бойцовском клубе или на соревнованиях понятное дело что оба выходят знают куда они идут и хотят этого поэтому я никогда не обижал там слабых или тех там ни до кого не докапывался но тем не менее этот наркотик был чувство звериной победы какой-то такой-то эйфории от этого ощущения власти такой животной власти над другим человеком тем более когда это противник который тебя по внешним габаритам превосходит и ты понимаешь что ты можешь любого в принципе порвать порвать это наркотик это на самом деле путь в никуда это деградация духовный воин он он не наслаждается сам он думает как действовать правильно чтобы доставить удовлетворение высшему источнику всего разума который вот наша верховная личность бога он в его интересах сражается если он ему посылает так есть поэтому страх нужная такая тема нож вот это хорошо или плохо нож в руках маньяка это реально плохо плохой инструмент в руках хирурга это может быть спасение а тот же самый нож может быть такой же острый точно так же страх если им не уметь пользоваться он будет разрушать он будет порабощать будет делать плохо если уметь правильно его использовать направить он будет оптимизировать нашу психику наше тонкое тело наши физические кондиции будет подгружать и в оптимальном боевом состоянии мы можем быть эффективны находить самое лучшее решение для конфликта далеко не каждый раз нужно кулаками махать или табуретками иногда если ты находишься в оптимальном боевом состоянии в конфликте ты можешь человеку слово сказать и он поймет лучше чем любые остальные перформансы другой вопрос что за этим словом должна стоять артиллерийская поддержка если что человек это чувствует если ты говоришь человеку что-то а оно как ну вот как доллар пустой то есть за ним нет золотого запаса напечатанная бумажка точно так же мы можем понять если человек говорит какую-то угрозу или говорит что-то там грубое или серьезно останавливает какие-то там действия но он не может это подкрепить реальными какими-то действиями он блефует то это всегда чувствуется особенно теми кто в этой теме с людьми которые разбираются в этом всегда чувствуешь когда человек блефует он может кричать да я тебя сейчас да ты у меня сейчас скажешь давай давай и он да находит какие-то варианты но человек блефует не может поэтому ну какой-то минимальный набор умений психологических и физических рефлекторных мужчина должен иметь он должен уметь самое главное переключить рубильник контроля над страхом не избавиться от него и подлинное бесстрашие вот в полном смысле слова может дать только связь с Богом ты будешь всегда бояться пока от ним разъединен а каждая экстремальная ситуация каждая трудная жизненная ситуация это на самом деле наш трамплин наш такой буст возможность ближе стать к Богу лучше его почувствовать увидеть как удивительным образом меняется реальность по нашей просьбе горячей к Богу конечно кшатра йога это не спонтанная вещь это определенная наука нужно научиться эмерджентной связи с Богом скоростной без подготовки предварительной предварительно раньше надо готовиться а когда ситуация происходит голова забита полностью эмоцией страха гнева переживаний некуда воткнуть иголку даже в забитую ОЗУ оперативку в конфликте поэтому заранее надо тренироваться тренировать тело боевые ударные навыки надо тренировать психику психику готовность к крайним мерам перешагнуть черту если это необходимо готовность понимать где надо переходить где не надо где можно альтернативно решить ситуацию и третье что нужно уметь изучать это оперативную связь с Богом как это сделать чтобы вовремя дорога ложка к обеду вот из этого кшатра йога состоит и пройдя вот эту дорожку сначала наивно пытаясь избавиться от страха потом как-то я с ним подружился нашёл общий язык потом я понял что сила мне не принадлежит когда в один момент я заболел неведомой какой-то ерундой я начал истекать кровью по 30 раз в сутки я бегал в туалет кровью и это очень унизительное состояние в котором ты понимаешь что я не мог кружку поднять руками вот так вот как я сейчас могу это сделать для меня это было очень тяжелый предмет я пил из трубочки лежал и прощался уже с родными и тогда я понял что та сила которую я там скопил я там арматуру гнул показывал всем свои мышечные народы на костях я очень этим гордился а потом оно раз вот так и за считанные недели оно просто сошло на нет я был просто скелет тянутый кожей просто и ничего не мог я шевелиться до туалета или доползал и я тогда понимал что эта сила была не моя она была мне выдана она была использована не по назначению разрушительно и там я очень много пересмотрел с тех пор а сейчас мое служение сейчас то чем я занимаюсь это мои подношения уже к Богу моему духовному учителю тем людям которые меня направили в суверен помогли подсказали на этом пути и это подношение и это мое служение мужской части населения тем людям которые обращаются ко мне мужчинам за этим навыком за этим мышлением за этим образом мысли сейчас это не просто мое какое-то развлечение хотя чего греха таить мне нравится очень это моя природа мне нравится состязаться я регулярно хожу сам в бойцовский клуб но уже не в тот бойцовский клуб где все как по чаку поланику мы одеваем перчатки уже с группой ветеранов один-два раза в неделю у меня хорошая заруба есть где я чувствую что я живу в полном смысле слова но это уже на формате такого хорошего уважительного такого крепкого спарринга и это меня питает потому что это просто мне нравится остальных я обучаю для того чтобы это хотя бы на минимальном уровне присутствовало в жизни мужчины более того это всегда полезно для каждого мужчины это приносит определенный тонус в жизнь он начинает больше себя верить в свои возможности и использовать их по назначению служения богу поэтому мы собираемся периодически например в мужские походы отправляемся путешествуем по родогории мужские я хочу я хочу знаешь тут очень несколько интересных мыслей шло от мужской половины кстати да я любопытство ради я допускаю что сегодня один из немногих дней когда да у нас в основном мужская аудитория знаешь мне интересно те кто сейчас слушали каково это для них вот те кто часто приходит на эфир здесь Сергей Панченко кстати тоже был недавно гостем и ультрамарафонец по бегу поэтому такая некая смешная тема для него наверное вызова интересная сегодня а вот Ярослав Кулаков если я почитаю некоторые некоторые из их размышлений обратной связи и те кто хочет тоже поделиться чем-то вы можете в в крайнем сообщении в канале вдохни жизнь по новому озвучить их и одну вещь я знаю как риторическую мысль все-таки озвучу я не знаю захочешь ли ты на нее как-то отвлекаться точнее даже попрошу не отвлекаться на нее слишком обстоятельно но это не покидает меня мысль в течение эфира интересно насколько все-таки твой так же как ты привел пример с жертвой что если есть сознание жертвы то непременно найдется или агрессор или хищник просто потому что ну вот минус на плюс они очень хорошо притягивают друг друга и я размышлял такой вот дорожкой попутной в течение этой встречи как много из этого все равно ты привлек сам потому что потому что ну вот есть вот этот вот в тебе воинский дух воинский характер как много ситуаций где может быть ты уже становился инструментом в руках вселенной как ее называют его называют эзотерики ныне где нужно было наоборот ребятам которые любили гоп-стопом заниматься и хороших людей обидели может быть им нужно было встретиться с тобой в какой-то момент чтобы неожиданно что-то услышать в ответ по карме в общем это такой повторюсь риторический вопрос интересно как много всего этого ты привлек тем что просто потому что ну как бы сигналил сигналил во всю друзья я здесь а вот что пишут да вот что пишут я могу коротко тогда ответить давай давай ага я пока свет ты очень да правильно подсветил этот момент он злободневный очень актуальный потому что действительно мы часто привлекаем в свою жизнь либо то чего очень хотим либо то чего очень боимся другими словами то о чем мы сильно думаем мысли они имеют свойство когда они сгущаются они материализовываются это просто законы механизмы на вселенной функционирование никакой там особой эзотерии может быть в этом нет и конечно поначалу когда я больше в себе сомневался скажем так я экспериментировал с этим всем и привлекал в свою жизнь больше нездоровой конители чем чем слава богу сейчас и случались эти случаи вот просто чередой я не успевал восстановиться после одного какого-нибудь столкновения как случалось второе я был очень отзывчивым в этот момент всегда и там где я сейчас спокойно пройду не обратив внимания там на какой-нибудь там эпитет не знаю встречного человека тогда это было просто чиркни и загорится и взорвется конечно же это ненормально если это продолжается в рамках опыта поначалу да это может быть актуально был момент я ехал из города в деревне 400 километров 10 раз меня остановила полиция по разным причинам поводам я мне было 20 или 22 около того я молодой горячий не понимал да как так-то 10 раз от 10 я начал уже угонять включил мигалку там начал такой-то борт прижмитесь к обочине я по газам потому что меня уже психанул ну 10 раз ну это же нереально но по факту это очень хороший пример потому что это реально ну притягиваешь ты притягиваешь к себе то к чему испытываешь внимание и эмоции и в принципе кшатра йога это в том числе про то как дистанцию безопасности соблюдать от всякой такой вот нездоровой темы обходить темную улицу тем более не везти туда там жену детей там и как-то здравый смысл всё время с ним быть с ним быть всё время в контакте и когда ты в целом удовлетворил свои какие-то вот эти животные потребности в самореализации в этой сфере то ну всё равно так или иначе остепеняешься спокойнее становишься меньше возникает прецедентов три года назад я по-моему или четыре наверное дрался на улице вот я поставлю небольшой вещь ты знаешь мне кажется это это ценно было услышать ценно было услышать некий такой путь в рамках которого я ни в коем случае не беру сейчас на себя знаешь позицию такого оценивающего но я позволю себе выразить ну вот как каждый из нас личность да у нее какое-то мнение ощущение возникает вот я позволю себе озвучить что на выходе получился некий такой очищенный вариант проработанных каких-то своих историй где то что могло бы в итоге уйти со знаком минус и ну и вовсе похоронить этим просто знаком минус вовремя было замечено вовремя было очищено и то что есть в итоге есть довольно сильная связь с богом и есть при этом сильные навыки которые остались от того что сотни раз ты был тет-а-тет не в режиме любков а в режиме какого-то полного контакта и мне кажется это такая редкая ценность редкий редкий симбиоз потому что просто идти к тому чтобы научиться звери петь показывать клыки все равно не у каждого есть безусловно мужчины которые с удовольствием пойдут там какую-то свою природу такую в том числе агрессивную зверскую развивать но удивительно то что тебе удалось ну вот эту комбинацию найти какое-то знаешь такого очищенного соприкосновения где и йога и бог и шатр йога как некий путь связи с богом и сонастройки с ним и в то же время повторюсь некой такой понятной природы которая в определенный момент жизни при определенных обстоятельствах может крайне полезную службу сослужить сейчас не отвечай пожалуйста я зачитаю несколько вещей от Сергея Панченко как раз наверное в эту же историю вот плюс один что называется неожиданный контраст жесткая рукопашка и мантра не раз разбитая морда и глубокое почитание бога еще более неожиданный контраст такое миловидное мирное лицо и сватки в бойцовских клубах такой интересный взгляд со стороны Ярослав пишет я не вспомню сейчас к какому вопросу это было минут 30 назад наверное назвучил его очень интересный вопрос вы задали Андрею Алексею у меня небольшое дополнение ему с вашего позволения Андрей как вы считаете по своему опыту или опыту учеников насколько связано продвижение в обучении боевых традиций с формированием новых самскар в этом воплощении то есть нет ли зависимости проявлений конфликтных ситуаций с продвижением пути к шатре Ох вообще очень классно сформулировано то есть получается другими словами если я больше практикую я больше об этом думаю больше вероятности что я это притяну вот похоже в ту же цепочку вопросов что мы подняли только что мысль очень логичная да это все про одну тему мысль очень логичная с реальностью она далеко не всегда коррелирует потому что давайте рассмотрим на примере крайностей крайность такая например я испытываю дискомфорт когда выхожу на улицу там или еще где-то там в общественных местах или когда ко мне кто-то там агрессивный подходит и я тогда буду искать решение я иду там на бокс иду еще куда-то рукопашку там начинаю что-то изучать в попытках чтобы я успокоюсь пойму что я могу что-то доказать себе или другим второй вопрос я буду стараться не думать об этом у меня нет вот такой вот вариант я в домике если я буду меньше думать о плохих ситуациях то они со мной не случатся я буду жить в своем параллельном мире где живут только пони они питают ядуго и какают бабочки но иногда бывает такое резкое столкновение миров иногда Господь устраивает иногда для полезного опыта который дорого потом покупается хочешь не хочешь покупай и вот там этот человек который говорит со мной вот такая произойти ситуация не может потому что я культивирую позитивное мышление я эзотерический йог в 150-м поколении со мной такое не может произойти потому что не может произойти никогда вот они жестче всего ошибаются жестче всего падают когда что-то происходит такое и они ну не они же хозяева миров так-то и не они устраивают все есть вот эта популярная такая идея имперсонализма о том что ну все бог и там как мы себе там программируем там научиться главное хорошо так и будет но мир очень иногда показывает такой звериный оскал и говорит нет ты не бог не так как ты себе замедитировал все будет иногда будет совершенно наоборот и к этому надо быть готовым надо понять что бог не я все происходит здесь в этом мире не по моему плану и сколько бы я не культивировал позитивное мышление избегая темы там конфликтов или каких-то таких вещей которые мне бы не хотелось испытывать я никогда не получу стопроцентную гарантию я какую-то тенденцию получу миролюбивый человек реже встревает в такие ну какие-то конфликтные ситуации это факт но не он не застрахован от того чтобы сильно не сесть в лужу и опять-таки гарантию дает только бог нам однозначно нужно быть собранным таким духовно ориентированным человеком но надо реальность принимать буквально такой какая она есть и понимать кто бог а кто не бог кто направляет кто выбирает конечно кому принадлежат все результаты того как будет произойти там любое событие которое происходит от кого зависит все и вот это ощущение оно дает вот это внутреннее такое шанти спокойствие ты знаешь как бы ни было будет все равно в итоге классно если я успею на связь выйти господь помоги мне действовать решительно смело и разумно в той ситуации которую ты мне послал для того чтобы я стал лучше а не то что ну как бы это не значит что ну если я занимаюсь боевыми искусствами то со мной будут происходить поводы нет нет это вообще ну есть в этом определенная логика но это нереальное мышление то есть есть люди которые годами занимаются боевыми искусствами участвуют в соревнованиях там постоянно думают об этом но они десятилетиями порой там не дерутся на улице или что-то такое даже те три года назад когда я вступил в эту драку на улице ну как бы это скорее было такое как бы ну совершенно ну обстоятельства непланированные не какое-то такое ну там без вариантов надо было бить вот и ну как бы это скорее так вот как бы вот для такого вот общего проведения надо было от которой никто не застрахован а так бы может быть у меня стаж мирной жизни был бы гораздо больше я так думаю хорошо спасибо слушай я попробую на этот вопрос может быть раскрыл ли я эту тему это такая достаточно очень важная тема в жизни каждого мужчины здесь несколько еще интересных мыслей было ну вот да не все коту масленица есть какие-то альтернативные точки зрения на то чем ты говорил ого победить страх через повторение сладки на ринге это подобно тому как пытаться отказаться от сахара наивши сладкого вот этой штаты такая была мысль это это был путь в никуда к сожалению позволь пожалуйста мне одну минутку я очень лаконично хочу эту мысль завершить вот очень правильно человек подметил подметил то есть или как вот знаешь можно сравнить с расчесыванием раны если где-то поцарапался или ссадина какая-то ее чесать не надо она зудит но не надо чесать иначе она еще больше будет чесаться то же самое я испытал вот именно вот в рамках этих боевых клубов бойцовских это не тот метод я хотел как раз завершить эту историю о том что да вот сначала это было такое дикое освоение этого опыта бойцовского то на улице то в бойцовских клубах то на ринге то на соревнованиях потом случилась эта болезнь где я полностью силу потерял я понял что она была не моя мне ее выдал Господь но я использовал ее как бы не очень правильным образом и в итоге в итоге я понял что не количеством боевого опыта можно он в какой-то степени он нужен без него ты будешь мыслить нереально он нужен обязательно нужен но углубляться в эту тему ну это просто профукать свою жизнь потратить ее на то что на собирание медалек и грамот что ли сейчас за эти бойцовские клубы там деньги получают мы тогда бесплатно друг к другу морды били это была глупость большая во всех смыслах поэтому надо научиться поддерживать навык свой на определенном уровне потому что это как оружие его надо периодически смазывать отстреливать навык как бы поддерживать точно так же рукопашный навык он тоже и тактическое мышление это тоже важно но я не говорю о том что нужно чаще всего там там биться драться там с кем-то это в этом нет необходимости такой вот благодаря тебя за ответ и в целом подсветили что Андрей настоящий к шатри интересным опытом делится и чуть раньше вот то что ты сейчас подчеркнул тоже Сергей на это отликнулся четко сказано это была не моя сила она была дана мне богом ну и вот с женской стороны тоже прилетает здорово что к шатри на эфире разнообразие приятное очень нужна очень нужна сейчас очень нужна у вас профессия слушай ну вот как-то так я наверное приглашу тебя просто поскольку у меня время вперед твоего бежит и довольно поздно уже становится я сам получил большое удовольствие от общения я помню максимально с теплым вспоминанием пару тренингов на которые сам к тебе ходил но что раз возникало желание я не до конца пока знаю насколько это бывает желание побега из режима семьи где нон-стоп в режиме какой-то такой свободы поездки в родогон на конях какого-то режима верки на прочность и во всех смыслах понятного полезного для мужчины отдыха вот но я в надежде надежды как-то будут приобретаться еще пути но сегодня мне было приятно прямо услышать знаешь такой вот в хорошем смысле слова неочищенный такой поток сознания неочищенный в смысле неограниченный чтобы была возможность неправильное слово использовал не неочищенный а неограниченный то есть вот была возможность пропитаться и распробовать на вкус это настроение тот путь который ты прошел безусловно уникальный безусловно самобытный и безусловно нужный потому что многие духовные люди в том числе в какой-то момент сталкиваются вот с той проблемой которую ты подсветил что вроде как как это говорят на бога надейся сам не плашает то есть какие-то ситуации могут возникать которые требуют этого полезного навыка какого-то инструментария которым ты возвращал внимание вновь-вновь хотя я сейчас не буду называть имена что может быть некомфортно не ставить положение но я обратил внимание что есть и пара друзей на эфире которые ну максимально миролюбивые ну то есть прям прям вот настолько насколько это может быть поэтому интересно будет с ними потом еще обсудить как это для них было сегодня а похоже что все если ты хочешь какое-нибудь послание финальное дать то наверное это самое время для этого резюмировать как-то наверное есть смысл резюме да ну и в общем у меня есть какие-то еще вопросы но я воздержусь воздержусь оставлю это до желания просто увидеться с тобой и я почти за честь что честно все равно чего-то что мне импонирует в твоей подаче в том чему-то обучаешь для чего это нужно я благодарю тебя и благодарю наших слушателей участников за то что им эта тема актуальна они смело смотрят правдиво в в эту в эту сферу убегать или какую-то такую тактику страуса использовать иногда там прикидываясь религиозностью достаточно это чревато последствиями страус он всегда огребает когда он прячет голову в сок он подставляет другие скажем так части тела незащищенные под проведение а это не не дядя родный поэтому это серьезная опасность надо максимально трезво смотреть на жизнь реалистично я вот сторонник такого вот быть оптимистичным реалистом оптимистичный мой оптимизм он основывается на возможности связаться с Богом это оптимистичная тема а реализм то что надо понимать кто я в какой ситуации мои реальные возможности и что я могу сделать и есть такая ценность у любого мужчины неважно там шатрийского он толка или нет у него есть честь и достоинство две такие вещи бесценные и их надо сохранить в любой ситуации это навык это наука мужское ремесло назовите как хотите его надо этому надо внимание уделять если мы будем игнорировать эту тему как страусы и надеяться что с нами точно такое ничего не случится значит оно нам и не надо то это обязательно случится и вы пожалеете о том что вы этого не изучали раньше говорят самураи у них есть такая пословица что если вам суждено в жизни принять меч хотя бы один раз вам стоит его носить с собой каждый день всю жизнь иначе когда он понадобится его не будет я говорю о навыке это не меч который забудешь и мы знаем Пересвет мы знаем Александр Васильевич Суворов мы знаем Илья Муромец великий воин святой всю свою жизнь сражался вот как с 30 лет как он встретился со своими духовными учителями каликами перехожим это мы говорим только вот ну русскую духовную боевую традицию воинский путь мы знаем очень много людей духовно развитых набожных которые богоориентированы при этом они воины они убивают врагов отрывают головы отрубают стреляют убивают и в высшем смысле слова то что является защитой долга человеческого устоев религии духовности правды вот такие названия есть это иногда стоит защищать и так и никогда не знаешь кому выпадет жребий поэтому надо быть готовым быть мультитулом таким своеобразным иметь разные навыки для того чтобы в играх Бога быть полезным с разных сторон родился мужчиной надо иметь хотя бы минимальный набор это влияет на все сферы на семейные отношения человек более уверен становится он такой Марс качает тестостерон продуцирует имеет массу побочных полезных эффектов практика боевых дел осваивания кшатра йоги боевого ремесла именно поэтому мы каждый год собираемся такой командой мужской отправляемся в горы у нас вот в июле с первого июля по седьмое будет очередной такой вот мужской тур в этом году мы собираемся в горах на Камазе выезжаем в Альпику уже на большую высоту делаем исхождение на горы там преодолеваем свои страхи работаем с головой со смелостью человек начинает ноги свои новые пороги свободы преодоление себя обретать в дружеском таком мужском коллективе и это это меняет его жизнь он потом возвращается в свою жизнь у него в бизнесе меняется очень так серьезно у него меняется в семейных делах если там какие-то были слабинки это не значит что он начинает там с женой грубить нет это значит что у него внутренняя сила которая жена чувствует это и у него меняется отношение находит в себе смелость иногда может быть позвонить отцу которому не звонил 7 лет у меня был такой случай человек приезжал после ретрита он восстановил свои отношения с отцом это надо смелость иметь набрать иногда спустя много лет разлада такие побочные эффекты происходят практика кшатра-йоги она применяется во всех сферах у него речь меняется его люди начинают по-другому воспринимать начиная он практикует с первородных таких вещей мордовой зуботычной кто-то скажет фу зачем так делать я ничего более эффективного быстрее взбадрящего мужчину не нашел за 8 лет вот этой непосредственной практики с мужскими коллективами и частном порядке быстрее всего мужчина понимает о мужской ответственности когда ему одеваешь перчатки кап их зубы и он становится и начинает работать он понимает что он держит удар что он может сдать дать сдачи что он еще жиг так-то на самом-то деле вот что так можно было лицо разбили а он дальше идет и он чувствует что он живет он может и это бывает иногда порой круче чем там сотни прослушанных семинарах о мужской ответственности или когда он руку там подскользнувшемуся там подает походе вытягивает из пропасти и он чувствует что реально реализовывается как мужчина и потом это имеет последствия в жизни поэтому духовная практика и боевые искусства к шаттар-йогу они не то что там чуть-чуть сочетаются это это полностью то что можно интегрировать в жизни вот это может привести к духовному прогрессу чтобы украсить свою жизнь совершенством в конце концов просто ну это как разные способы что ли зайти на одну вершину горы этот метод тоже вполне работает и многим он нужен ну как-то так спасибо огромное спасибо тебе спасибо тем кто сегодня в неожиданное время для нас мы не проводили по воскресеньям вечерам это всегда было утреннее время поэтому я благодарен тем кто сегодня поддержал онлайн непременно выложим также запись во всех смыслах мне кажется я вот знаешь одно слово подчеркну в конце аутентичность ты очень аутентичен очень естествен в том что делаешь люди будут по-разному относиться к тому что ты транслируешь у него могут быть какие-то свои мнения на этот счет но ты очень аутентичен и подкупает когда человек ну как бы говорит думает и делает и вещи не отличаются друг от друга это очень ценно это кстати очень важное мужское качество тоже каждый имеет спасибо большое каждый человек имеет полное право распоряжаться своей судьбой своей жизнью иметь любое мнение я отношусь к этому с уважением я думаю что этот эфир я благодарен тебе за поднятую тему за эту актуальность и тем людям которым это тоже не безразлично я говорил сердцем как есть вот как чувствую и на основе того что я прожил и продолжаю проживать и моя искренняя надежда то что эта тема она была полезна даже если одному человеку это как-то поможет сориентироваться лучше в своей жизни как-то выбрать лучшее выбрать связь с Богом выбрать путь к Богу двигаться каждый день выбирать в его конкретном случае с его характером темпераментом и возможностями это это уже будет хорошо это будет напрасно спасибо за возможность слушай и по скриптам чтобы я не гадал потом что за короткая воинская мантра которую нужно или молитва успеть сказать с Богом или на что там остается доля секунды воинская мантра нет ты упомянул по-моему что-то типа короткую боевую да у меня есть она такая но это мое очень такое личное секретное каждый воин он себе формулирует определенную формулу на наших мероприятиях мы к этому так подходим обстоятельно каждый потому что это личная связь с Богом у каждого человека и должна быть определенная словесная конструкция которая зажигает которая напоминает тебя о том кто ты конкретно из этого состояния ты можешь эффективно действовать вот если ты клоун которым тебя пытается выставить твой противник который на тебя агрессирует или тварь дрожащая какая-нибудь то ты действовать будешь соответственно если ты вспомнил кто ты что ты воин бога воин из его божественной армии и что он смотрит на тебя и смотрит как же ты поступишь сейчас то это все меняет это дает оптимальное боевое состояние плюс нужен какой-то ремесленный навык и эта словесная конструкция должна уметь его подгружать это может быть четверостише или словосочетание просто может быть даже с Богом если эта фраза которую ты сейчас сказал она вызывает это психоэмоциональное и физическое состояние в тебе то это может быть твоя воинская молитва в любом случае она должна быть адресована верховной личности Бога потому что он тот кто решает он круче всех вот так подробнее мы изучаем на курсе спасибо если вы тебе удачи на связи до новых встреч всего доброго пока пока пока